Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов из Сочи. В этом видео мы поговорим с вами о правовом статусе и о видах собственности всех типов недвижимого имущества, с которыми вы можете столкнуться в городе Сочи. Поговорим, в чем плюсы, в чем минусы, разберем подводные камни, что можно приобретать, что нельзя приобретать. Поэтому это видео будет, конечно, в первую очередь интересно тем, кто только начинает интересоваться недвижимостью в Сочи, особенно иностранным гражданам, да, нерезидентам РФ. Но также и, в принципе, будет полезно всем тем, кто уже является, так сказать, членом клуба по приобретению недвижимости в этом городе. Просто полезно еще раз разобраться в этом, так сказать, обсудить это в комментариях и, может быть, задать какие-то дополнительные вопросы, на которые я не отвечу в этом видео. А вообще, ребят, это видео меня побудило снять, знаете, какой момент. В последнее время ко мне часто обращаются люди, особенно иностранные граждане. Вот на прошлой неделе, на этой неделе несколько человек обратилось за разъяснением, что же можно приобретать в Сочи, что нельзя, какие последствия, где правильная форма договора, где неправильная. И действительно, дело в том, что в Сочи очень много разных видов недвижимости, разной правовой формы. И поэтому я решил составить для себя такую небольшую шпаргалку, выписал все типы недвижимости, да, какие договора заключаются и также, что в итоге получает тот или иной собственник в итоге. Вот, поэтому досмотрите обязательно ролик до конца, он будет полезен. Кстати, в конце две хорошие новости, я вам обещаю, поэтому самые терпеливые, кто досмотрит ролик до конца, будут приятно удивлены. Вот, итак, начнем. Значит, основные, основные типы недвижимости в Сочи, которые вы можете приобрести, это квартира, жилое помещение, участок и дом. Ну, там доли еще есть и так далее. Но самые основные это вот, то есть, квартира, жилое помещение, участок или дом. Или там дом с участком и так далее. Значит, есть, какие есть виды вообще, значит, договоров на этапе строительства? Потому что многих интересует именно этап строительства, из него мы, так сказать, извлекаем огромную, ну, то есть, хорошую прибыль, которой пользуются наши клиенты. Вот, и именно поэтому стройка в Сочи, она более привлекательна, даже если вы не извлекаете прибыль, а если покупаете себе, потому что на этой недвижимости можно сэкономить. Вот, итак, на этапе строительства можно приобретать по федеральному закону 214, да, это один из главных документов, которые регулируют как раз строительную деятельность на территории нашей страны. Вот, и согласно него, если вы заключаете договор на этапе строительства, это договор долевого участия. Либо, если это уже переуступка этого договора, да, то это договор цессии, договор переуступки права требования. Вот, если вам, допустим, перепродает человек, который до этого заключил договор с застройщиком. Вот, например, там, жилой комплекс семейный, вот первые люди заключают, кто купил квартиры сначала, они заключают договор с застройщиком, да, там, у Метрополис Групп. А с последующей уже они заключают, кто, допустим, хочет выкупить сейчас у инвестора, они уже будут заключать договор уже с инвестором по договору переуступки права требования, договор цессии так называемый. И в первом и во втором случае договора регистрируются в Росреестре, то есть контролирующим органам, и, соответственно, вы получаете документ, подтверждающий, что у вас есть право. Вот, в данном случае это будет еще не выписка на квартиру, но это основание требует свои права, как говорится, после окончания строительства этого, того или иного объекта. Вот, это что касается ФЗ-214. В итоге вы получаете, конечно же, квартиру, все сделки регистрируются в Росреестре. Сейчас все квартиры, которые возводятся таким путем, все объекты, они страхуются в едином компенсационном фонде, из которого в случае, если у вас будут какие-то сложности на этапе строительства, эти денежные средства никуда не денутся, не переживайте, да, они будут, так скажем, возвращены из единого компенсационного фонда. Теперь, вот, после изменений, которые вступили в силу в июле 2019 года, у нас ФЗ-214, как бы сказать, он поменялся немного, да, и теперь появились скроу-счета, так сказать, счета посредников в виде банков, да. И деньги теперь от ваших, скажем так, с ваших счетов попадают не напрямую застройщику, а попадают в эти структуры банковские, да, которые их резервируют, там пользуются вашими деньгами, как говорится, да. Проценты, соответственно, никому не выплачиваются, ни вам, ни застройщику. Застройщик вынужден строить на свои деньги или на привлеченные кредитные средства. Таким образом повышается стоимость объекта недвижимости для конечного пользователя, для конечного потребителя. Не знаю, для кого это надо, вообще в целом идея, задумка была хорошая, но у нас, как всегда, говорят, ну, как бы, хорошо было на бумаге, да, забыли про овраги. Здесь то же самое, задумка была хорошая, но в итоге все это бьет по карману конечного потребителя, и в итоге и по нам, и по застройщикам. И, как бы, хорошо от этого только банкам. Раньше были, ну, в законопроекте об искровых счетах были другие положения немного, да, когда, например, застройщик возводит, например, часть дома возвел, получил акт или экспертиза, да, независимая организация, допустим, дала информацию о том, что он построил, допустим, 30% дома. Ему 30% этих замороженных средств ваших, да, средств дольщиков, перечислили на расчетный счет застройщику за тот этап строительства. А сейчас нет, нужно сначала полностью построить, и там через год, через два, вот когда полностью возведено здание, введено в эксплуатацию, тогда только вы получаете ваши денежные средства за те квартиры, которые были проданы, и права, на которые были зарегистрированы. Соответственно, застройщику никакого смысла нет вообще продавать на этапе строительства по заниженной цене, продают по финальной. Но это касается тех объектов, которые попали, скажем так, по новой схеме уже, то есть, которые разрешение получили вот уже после, там, во второй половине 2019 года. Вот, те объекты, которые мы предлагали, и мы предлагаем сейчас, они на скорую счету не попали, соответственно, застройщики получают напрямую денежные средства с ваших счетов. Вот, поэтому здесь, конечно, удорожая никого нет, и это выгодно, действительно. Вот, и так, вторая, это первая форма, форма заключения договоров, форма собственности. ФЗ-214, договор долевого участия, в итоге получаете квартиру. Далее, есть такая форма, как ЖСК, где вы, значит, заключается договор ПАЭ, это жилищно-строительный кооператив, всем староизвестная, в принципе, схема сотрудничества, да, благодаря которым ни один кооператив был построен, ни один многоквартирный дом в 80-х, в 70-х, в 80-х годах прошлого века. Мамы, бабушки прекрасно знают эту схему, и все новое, это хорошо забытое старое, на самом деле. Это тоже абсолютно законная схема, в рамках которой договоры хоть и не регистрируются в Росреестре, но вы все равно, то есть, деятельность ЖСК, она подотчетно-налоговой, подотчетно-контролирующим органам, да, то есть, они могут прийти и проверки провести какие-то, да, вот, потому что жилищно-строительный кооператив, это, можно сказать, подотчетная всем организация, то есть, да, и она должна вести свою бухгалтерию, там, регистрировать реестр пайщиков, то есть, это все легко проверяется, вот. На выходе вы, ну, вы заключаете договор ПАЭ, на выходе вы получаете также квартиру, вот. Ну, какие риски здесь? Конечно, ЖСК не страхуется нигде, то есть, это, скажем так, жилищно-строительный кооператив, это, ну, группа, инициативная группа собственников, да, недвижимое имущество, то есть, пайщиков, да, которые, грубо говоря, скидываются по яме, ну, вот, взнос пай, это может быть там все, что угодно, может быть там разрешение на строительство, может быть, внесено как пай, да, участок может быть внесен как пай, да, денежные средства могут быть внесены как пай, репутационные какие-то моменты, могут быть также пай им являться в такой форме собственности. И когда этот ЖСК образовывается, то, ну, цель его достроить и получить, как говорится, раздать всем квартир, всем пайщикам, да, в тех пропорциях, в которых они скидывались. Но тут риски какие? Конечно, не страхуется нигде этот договор, сам договор регистрируется только в самом ЖСК, да, он ведет налоговую отчетность, то есть, налоговый видит там все эти процедуры, как поступают средства и так далее и тому подобное, но, скажем так, в случае, если что-то пойдет не так, условно говоря, ЖСК с тем или иным ЖСК, да, то, ну, конечно, здесь никто вам деньги воплощать не будет, вы сами будете достраивать этот тот или иной объект за свой счет, грубо говоря, понимаете, да, в этом вот риск. Ну, хотя, как бы, по всей стране больше всего не достроив именно по ФЗ-214, то есть, как бы, там тоже свои риски есть, то есть, раньше, когда можно было страховать по ФЗ-214 в своих же страховых компаниях объекты, ну, застройщик создавал, там, Ромашка-1, начинал там копать экскаватором, получал разрешение, начинал копать экскаватором, нагонял туда риэлторов, они продавали все активно, страховал эту, скажем так, эту стройку в страховой компании ООО «Ромашка-2», в его же, сначала банкротил, значит, потом нагнал людей, как говорится, да, там, продали там на полярды квартир, забанкротил свою ООО «Ромашка-1», которая вела стройку, потом забанкротил свою страховую компанию, в итоге люди ничего не получали. Ну, конечно, печально, но такие схемы действительно были, двухходовые, не понимаю, куда наше государство смотрело, и не знаю. С другой стороны, если сейчас одновременно, там, несколько крупных, там, десятка крупных застройщиков схлопнется, к примеру, да, то, конечно, единый компенсационный фонд всем там ничего, ну, скорее всего, не выплатит, но это мое личное мнение, это как страховые компании, там, банки, и то же самое, если все вкладчики одновременно придут, то выплат, конечно, никто не дождется, это не так понятно, да, деятельность направлена именно на какие-то решения каких-то локальных задач, это что касается ФЗ-214. Что касается ЖСК, да, не страхуется в едином компенсационном фонде, не регистрируется сделка в Росресе, но, как мы видим, успешно достраиваются такие жилые комплексы, как же ОЗЕРНЫЙ-1 достроен, сдан, ОЗЕРНЫЙ-2 достроен, сейчас сдача будет в течение месяца, максимум полутора месяцев, да, уже выписки будут, да, там уже большую часть процедур по сдаче пройдены, и поэтому риски есть и там, и там, и, скажем так, здесь больше даже важна репутация застройщика, а не, а не, как бы, то, что тебя там как-то подстраховывает, ну, по крайней мере, в Сочи. И тот, и другой, и в том, и в другом случае приобретать квартиры могут иностранные граждане, и потом ее переоформлять на себя в Росреестре, оформлять на себя уже в конечном результате может любой гражданин РФ и также не гражданин, то есть иностранные резиденты, то есть здесь никаких ограничений нет. Теперь мы говорим про стройки на ИЖС земле, то есть, например, так же получается разрешение застройщикам, да, застройщик получает разрешение, допустим, на 500 квадратов, например, да, и начинает возводить трехэтажный дом на земле ИЖС, который ему принадлежит, к примеру. В таком случае он строит индивидуальный жилой дом, и когда возвел жилой дом, он подключает все коммуникации к нему, которые положены по закону, там, вода, свет, там, канализация, если это возможно, да, там, газ. И после этого, значит, он, когда ввел уже дом в эксплуатацию, получил свидетельство на дом, если в доме нет никаких нарушений, он на основании 252-й статьи Гражданского кодекса РФ, которая гласит о том, что общедалевая собственность может быть разделена между всеми участниками и всеми совладельцами этой общедалевой собственности по их согласию, если при этом есть техническая возможность, ну, там проводится экспертиза и так далее, и производится раздел по помещениям, то есть дом сдан, введен в эксплуатацию, и после этого проводится раздел на основании ГК РФ. В таком результате вы получаете в оконцовке уже договор, ну, так же договор регистрируется в Росреестре, на начальном этапе идет договор займа, когда, допустим, дом на таком этапе возводится, да, вот, то есть один другому занимает человеку, да, грубо говоря, ну, гражданско-правовые отношения, то есть, к примеру, там, я кому-то денег взаймы дал, или, там, вы кому-то денег дали взаймы, такой же договор заключается между вами, да, то есть я дал такую-то сумму, обязуюсь вернуть. Ну, вот примерно такой договор заключается между застройщиком и собственником будущей квартиры, то есть клиентом, да, вот, в рамках которого описываются все, там, сроки и так далее, и, как бы, характеристики, там, нюансы, так скажем, да, будущего недвижимого имущества. На выходе вы получаете, значит, после того, как в административном порядке, там, да, оплатил госпошлину, человек сдал дом, потом по, на основании 252 ГК РФ ввел дом, не ввел, прошу прощения, а получил раздел, да, потому что он уже введен в эксплуатацию, да, вот, в административном порядке без каких-либо судов, потом он получает раздел, и уже потом вы получаете в собственность жилое помещение. Что такое жилое помещение? Это, в принципе, вот, чисто внешне, это та же самая недвижимость, как и квартира. Даже в квартире, если посмотреть по выписке, там будет написано вид жилого помещения, это жилое помещение, назначение жилого помещения, это жилое помещение, то есть для проживания, и статус жилого помещения, это квартира. В случае, если у вас будет выписка на жилое помещение, у вас будут первые две строчки те же самые, вид жилого помещения, жилое помещение, назначение жилого помещения, третий статус будет жилое помещение. В таком случае у вас единственное, что, какой нюанс возникает, вы не сможете приобрести, если вы не резидент РФ. То есть, вот, конечный продукт, эту квартиру, ну, это жилое помещение, вы не сможете приобрести, потому что одновременно с разделом делится и также и земля. То есть, как бы, вы получаете, грубо говоря, выписку на квартиру и выписку на часть земли. Вот, то есть, допустим, там, на одну, там, ну, там, условно говоря, на 10 квадратных метров земельного участка по домам. Вот, ну, к примеру, пропорционально той площади, которая занимает это недвижимое имущество, то есть, это жилое помещение. Вот, и здесь какие риски? Ну, здесь риски следующие, то есть, конечно, договор не регистрируется в Росреестре, это просто ваша договоренность с застройщиком, то есть, вы ему дали денег, а он ему обязуется отдать квартиру. В таком случае риски в том, что, ну, допустим, застройщик, там, не дай бог, там, умрет, там, уедет куда-нибудь или еще что-то, да, если застройщик строит первый раз, то тут, как бы, вообще, неизвестно, чем все может закончиться, как говорится, да, вот, и здесь, как бы, из этих трех схем, вот, да, максимальная прибыль именно здесь, потому что, ну, как вы понимаете, многие хотят именно в клубных домах жить, но не хотят ждать там строительства и не хотят рисковать своими деньгами. Вот, мы с своей стороны, прежде чем что-то вам порекомендовать, анализируем тысячу раз рынок недвижимости города Сочи, да, и у нас, вот, допустим, у меня за два с половиной года работы было около 220, там, с копейками даже, 223 сделки, да, вот, из которых ни один человек не потерял свои деньги, и многие заработали, многие купили для себя, вот, и, ну, это все благодаря нескольким факторам. Во-первых, благодаря тому опыту, который я перенял своих коллег, в первую очередь, от Антона Михайлова, вот, спасибо ему огромное, вот, за, скажем так, он здесь вот пять лет находится, он знает всех застройщиков и знал задолго до того, как я приехал сюда, да, вот, и сейчас мы с ним работаем в тандеме, и я ему искренне благодарен за тот опыт, который я от него перенял. Он меня уберег от таких стройок, как Марсель, как Рассвет, как, и другие стройки, которые мы, людям говоря, не приобретать, вот в чем смысл, и я ему искренне за это благодарен, вот. Как бы, вот, его опыт, плюс мое рвение, вот, к работе, ну, позволили нам, скажем так, уберечь многих наших клиентов, ну, всех наших клиентов, да, и многих даже, кто у нас не приобрел, просто за счет консультации, от приобретения какого-то попадалого. Вот, и сейчас, вот, на данный момент, вот, допустим, можно, я к чему все это говорю? К тому, что здесь, в Сочи, даже, вот, подытожив все эти, вот, моменты, все, ФЗ-214, ЖСК, ИЖС, виды собственности, и в итоге, типа, недвижимости, которую вы в итоге получаете на руки, да, я могу вам сказать одно, здесь риски есть при любой схеме, да, сотрудничество, при любой схеме работы, но здесь важнее даже не то, какая форма договора у вас, да, я имею в виду, ЖСК, ФЗ-214 или договор займа, а то, с кем вы его заключаете, то есть, понимаете, вот, раньше были по ФЗ, там, такие застройщики от Додневки, да, и, конечно, с ними, вот, несмотря на то, что ваш договор регистрировался в Росреестре, вы, как бы, не были застрахованы, фактически, да, от какого-то неблагоприятного исхода. Если мы говорим про ЖСК, тоже, там, ЖСК могли не достроить, там, и так далее, да. Если мы говорим про ИЖС-стройки, тоже, как бы, они, ну, тоже, собственно, застройщик, если строить первый раз, он может достроить, а может и нет. И именно поэтому мы из полутора тысячи объектов выбираем, там, 3-5, там, объектов, с которыми мы постоянно работаем, застройщиков имеют, да, с кем мы постоянно работаем, и, скажем так, они нас не подводят, в случае чего, если вдруг у вас какие-то сомнения возникают, они возвращают деньги, и вообще без проблем. Неважно, какая форма собственности, хоть ФЗ-214, хоть ЖСК, хоть стройки на ИЖС по договорам займа, проблем никаких не возникает. Ну, вот, да, иногда бывают, там, сдвиги временные, но это недвижимость, друзья, здесь не бывает, не бывает все идеально. В любом случае какие-то, кто-то достраивает раньше, чем надо, кто-то в срок, кто-то чуть позже, там, с небольшой задержкой, но так или иначе вы не остаетесь без денег, вы в любом случае вы выигрываете, вот. Если у вас появляются какие-то сомнения, застройщики возвращают деньги без вообще каких-либо проблем. Мы не работаем с теми, кто не возвращает вам денежные средства, если у вас какие-то, ну, экстренная необходимость появилась в деньгах, я там, не знаю, да, ну, всякое бывает в жизни, поэтому здесь, ребята, я могу сказать одно, нужно выбирать даже не столько форму собственности, хотя и это тоже, сколько, ну, как бы опыт застройщика и имя застройщика, здесь это даже важнее. Может быть, в регионах это не так, но здесь вот опираясь на свой опыт и опыт Антона Михайла, вот я хочу сказать, что здесь, в первую очередь, имя застройщика даже более важно, более главенствующая, чем какой-то другой, там, может быть, правовой статус документа или еще что-то. Это я вам говорю, как человек, который тоже покупает ни разную недвижимость, и ФЗ, и покупаем по договорам займа, и все что угодно. И мы ни разу не потеряли деньги, а только зарабатывали, зарабатывали и будем зарабатывать. И все наши клиенты тоже зарабатывают, зарабатывали и будут зарабатывать с нами. Также на этапе стройки, ребята, очень выгодно покупают для себя. Вы это прекрасно знаете, обо всех этих схемах мы с вами постоянно беседуем в прямых эфирах. Ну, здесь понятно, да. Ну, самый худший вариант, ребята, самый худший вариант, это если, к примеру, там, вы приобрели, допустим, какого-то неизвестного застройщика, да, и он в итоге построил дом, да, дом там, допустим, без нарушений, к примеру, да, но не получилось у него сделать по тем или иным причинам раздел. В таком случае вы получаете доли, вот. Ну, это таких, здесь 99% как бы, вот именно недвижимости, нет таких как бы видов, да, собственности, доли. Это уже совсем какие-то там полутаксисты, когда строят какие-то, да, тогда, тогда возможны такие исходы. Но с нами ни разу такого не было и не будет, вот. Поэтому имейте это в виду. Далее, ребят, что хотел сказать еще, значит, если мы говорим про различные формы, там, заключения договоров, такие как инвестирование. Ну, инвестирование лучше не связываться с этим, потому что это вообще такая условно-незаконная форма, вернее, абсолютно незаконная форма договора инвестирования. Ну, такого, такого юридического статуса документа, как бы, ну, в гражданском законодательстве либо в другом, его нет, не существует. Поэтому договор займа, это понятная схема, да, там, один человек дал другому взаймы. А договор инвестирования, что это? Ну, как бы, там, это такая серая схема. От этого лучше отказываться, если вам кто-то предлагает, там, такое, лучше отказываться. Также, ребята, обращайте внимание, если это стройка, вот, и на же есть, обязательно нужно смотреть всю разрешительную документацию, собственность участка или нет. И по итогу объект должен строиться без нарушения. Если он строится без нарушения, ребят, нет ни одной причины законной, да, по которой там ваш дом могут снести или еще что-то. Это говорит о том, что вы можете, эта недвижимость, она вводится так же административным путем, как и в форме ЖСК, как и ФЗ-214 по акту ввода. Только здесь не акт ввода, а выписка. То есть, ну, сдается уведомление, что дом возведен, и администрация, орган местного самоуправления выдает уже, ну, как бы подписывает именно свидетельство, то есть, через Росреестр подписывает свидетельство о, ну, выписку на жилой дом появляется. Вот. Это все делается в административном порядке, без каких-либо там взяток, без ничего. Просто это законно, ребят. Построить дом на ЖС и потом его разделить, это законно. Вот. Это делается не через суд. Не через суд сдаются такие дома. Вот. Раздел производится через суд по 252 статье ГК, но ввод в эксплуатацию, без суда. Поэтому, если дом возведен даже на участке ЖСК, пусть это вас не пугает, потому что, если он возведен в соответствии с разрешением, то, ну, то есть, без нарушения этажности, высотности, пятна застройки, площади застройки и отступов, то, ну, это, как бы, это тоже та же самая недвижимость, что там ЖСК, там, и любые другие дома, там, даже по ФЗ-214. То есть, если его снесут, то могут снести любой другой дом, например, как там, ну, как на Олимпиаду было, да, например, там, компенсацию давали людям просто за то, что их дома там сносили, принимали закон и так далее. Вот. В противном случае это прямое нарушение конституционных прав граждан. Вот о чем я хотел вам рассказать. Вот. Ну, а в конце, ребята, кто дослушал это до конца, спасибо большое. Кстати, ребят, подписывайтесь, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите мне их или там мне лично, или в комментариях, я на них отвечу обязательно. Вот. И в конце я хотел сказать вам, что начался новый объект, у нас началось строительство нового дома, да. Я вам сейчас обязательно его покажу. Там в этом доме квартиры начинаются по цене от 2,3 миллиона, то есть это совсем недорогая цена. И там панорамные виды на горы шикарные, да. То есть я просто должен вам его показать, потому что это объект от нашего застройщика, от нашего надежного партнера, с кем мы давно работаем, кто ни разу никого не подводил. Вот. Мы только с такими работаем. Вот. И квартиры там стартуют, как я уже сказал, от 2,3 миллионов рублей. 2,3 миллиона. То есть 2 миллиона 300 тысяч. Вот так вот. Вот. А также, ребят, вторая хорошая новость. Я вам сейчас покажу в конце ролика этот объект, посмотрю все виды, какие открываются участка. А также вторая новость, ребят, это то, что я получил наконец-то новый межевой план на свой земельный участок. Ребята, все класс, ху-ху. Мы произвели процедуру отчуждения зоны нацпарка на нашем земельном участке. Это такая, скажем так, сложная процедура. Мы ее провели, мы это сделали. И сейчас я буду приступать к разработке фундамента под свой фахверковый дом. Вот. И это все увидите на моем канале. Также приеду, сниму, покажу документы, приеду, сниму еще раз участок, объясню, в чем была загвоздка, как это все происходит. И также, ребят, вы можете ко мне обращаться, если у вас есть желание приобрести, например, хороший участок земельный, да, в Сочи, в Адлере, без разницы, на Красной Поляне. А у нас есть база земельных участков, в рамках которой мы отбираем эти земельные участки, проверяем. И вы уже, по сути, скажем так, получаете готовый продукт, который подходит именно под вашу задачу. Также вы можете выбрать сами участок, запросить у меня, например, проверку этого участка. И я вместе со своим кадастром-инженером, который опыт 20 лет, он, это здесь местный товарищ, местная женщина, Наталья, вам привет, кстати, если вы смотрите меня. Вот. Вместе с ней мы проведем проверку этого участка, закажем все необходимые документы, в том числе и град-план, сделаем экспертизу, геологию, геодезию. От вас только желание, как говорится. Вот. И вы уже купите не какого-то там кота в мешке, а прям классный, скажем так, земельный участок, который подойдет под ваши запросы, под ваши задачи. Вот. Я еще раз извиняюсь за то, что в последнее время не получается снимать мне очень много роликов. Просто количество роликов на канале, оно, знаете, как бы обратно пропорционально твоей рабочей нагрузке. То есть, чем больше ты загружен на работе в основное время, да, там по своей прямой деятельности, тем меньше у меня получается снимать роликов. Но я обязательно буду это делать, у меня много есть чего рассказать, много интересных тем. Как обещал, в общем, скоро будет много нового, много интересного. Поставьте лайк и подписывайтесь, ребята, потому что впереди очень-очень-очень много интересного. Ну что, пойдемте посмотрим сейчас этот жилой комплекс, о котором я говорил. Вот, друзья, вот этот объект. Он находится веселым. В 5-10 минут езды от моря. И вот такие виды уже с земли. Вы только посмотрите. Вот эти величественные горы. Вот эта красота, тишина, покой. Это все то, что будет вас окружать здесь, на этом участке. Есть квартира с придомовой территорией, есть квартира без придомовой территории. В общем, с видом на горы. Куда угодно. Здесь практически с любого этажа вид на горы, даже с земли. Вот я на земле стою, на уровне первого этажа. Не будем туда проходить, там только что залить бетон. Поэтому вот такая ситуация. В общем, я рад. Рад, безусловно, презентовать вам этот объект. Это объект от надежного застройщика. От нашего постоянного застройщика, с кем мы давно работаем. Пописки с самого начала. Так, хватит петарды взрывать. Скоро Новый год, ребят. Такая ситуация. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Пишите, звоните. Отправлю шахматку. Там будет все. Цены, как будет выглядеть дом, визуализация. В общем, кому интересен этот объект, пишите, звоните. Проконсультирую полностью. Также сегодня вечером в 7 или в 8 часов по Москве. Мы на канале Антона Михайлова обязательно поговорим об этом объекте. Разберем его. Покажем, как будет выглядеть сам дом. Прям в режиме реального времени. Обсудим его. Ответим на все ваши вопросы. А также поговорим о насущных темах по недвижимости Сочи на этой неделе. Всем до встречи. Сегодня вечером на канале Антона Михайлова. Не забываем подписываться и ставить лайки. Всем пока. Посмотрите, какая красота все-таки. Красотища-то какая. В сторонку отойти, что ли, вот так вот, чтобы лучше было видно. В общем, весь главный Кавказский хребет, как на ладони. Супер. Кавказский хребет. Кавказский хребет. Кавказский хребет. Продолжение следует...